Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал Геймстоунс, рубрика Геймсловарик. Рассказываю сегодня, как легко и просто отличать тиару, диадему и корону. Если корону все отличают очень легко, то вот отличия между тиарой и диадемой всегда вызывают трудности. Самый простой способ — это наглядно и доходчиво показать и рассказать, как они между собой соотносятся. Поэтому не будем терять время. Вопрос номер один. Где корона? На представленных изображениях вы видите императрицу Александру Федоровну, императрицу Екатерину Великую и английскую королеву Елизавету II. У кого из них надета корона? Думаю, здесь все просто. Корона относится к числу монархических регалий, имеет, как правило, одинаковую высоту по всем сторонам, украшена драгоценными камнями, возможно, даже оторочена мехом. И могу сказать, что из всех украшений она имеет самую большую высоту. Изначально корона была исключительно мужским атрибутом власти, говоря о том, что этот избранник избран богом и народом на царствование. Поэтому правильный ответ — это номер два императрица Екатерина Великая и номер три королева Елизавета II. Вопрос номер два. На каком изображении есть диадема? Мы видим три украшения. Первое украшение с жемчугом, второе с аквамаринами и третье украшение с изумрудами. Это самый коварный вопрос. Главные отличия диадемы от короны следующие. Диадема не относится к монархическим регалиям, имеет абсолютно разную высоту по всей длине. И самое главное, так же, как и корона, потому что диадема является разновидностью короны, образует замкнутый круг, то есть кольцо. Диадема обычно надевалась в середину головы, открывая существенную часть прически. Например, на изображении императрицы Александры Федоровны видна эта диадема и отчетливо видно, как она надета в центр головы. Поэтому правильный ответ номер один. И, наконец, вопрос номер три. Где изображена тиара? Мы видим три головных украшения. Первое украшение с жемчугом, второе украшение с изумрудами и третье тоже украшение с жемчугом. По своей сути, тиара это облегченная диадема, представляющая, прежде всего, из себя обруч. Дизайн может быть абсолютно любым, в том числе и в виде кокошника. Самое главное отличие тиары в том, что она всегда является незамкнутой, то есть она не может образовывать единый цельный круг. В отличие от диадемы, как мы уже знаем, которая представляет собой полностью замкнутое кольцо. Тиары, как правило, менее высокие, надеваются на переднюю часть головы, и таким образом прическа девушки идет уже за тиарой. Сейчас все современные головные украшения представляют собой, конечно, тиары, если мы не говорим о королевах, которые на церемониальные мероприятия носят торжественную корону или диадему. Поэтому правильный ответ в данном случае номер два и номер три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, что досмотрели! Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам успехов и крепкого здоровья! Давайте думать о прекрасном! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА